Это телепроект «Знай наш», меня зовут Николай Команцев. А меня Юрий Прокопенко, и мы начинаем спецоперацию по расширению кругозора. Сегодня вы побываете в одном Могилевском ресторане, который пользуется популярностью у иностранных туристов. А еще расскажем, как сделать свой дом настоящей крепостью. Юрий, ну еще начнем. А давай, Николай, с ресторана. Твой выход. В Могилевской области насчитывается более 30 ресторанов. У каждого свои изюминки и свои особенности. Сегодня я вас приглашаю в ресторан, который удивляет уже с названием. Добро пожаловать в ресторан «Латук». Латук – это травянистое растение, один из видов салата. В Древнем Египте его ценили за особый вкус. Считалось, что он достоин только стола царей. Греки использовали латук в качестве лекарственного растения, а римляне – в качестве возбуждающего аппетит блюда. Виктория, меня интересует, в каком стиле вообще интерьер ресторана выполнен? Наш интерьер выполнен в смешанном стиле. То есть в нем присутствуют как европейские ноты, так и национальный колорит, естественно. Вот, обратите, пожалуйста, у нас есть полейница. Ребят, не поверите, там настоящие дрова лежат, действительно. И вот этот вот запах. Да, аромат многие отмечают в гости и очень нравится им. Четкие линии, светлые цвета мебели, слегка тусклый свет и прекрасно подобранные детали декора воссоздают особую атмосферу домашнего вечера, когда вы находитесь в компании добрых друзей. Особенность интерьера. Как вы видите, у нас есть фуршетная зона. Наш гость, если кто-то спешит, либо торопится, может здесь быстро выпить чашку, чай, либо кофе и побежать дальше по своим делам. А еще... В ресторане есть мягкая зона. Она рассчитана на 4 человека. Здесь можно уютно отдохнуть, отведать блюда нашей изысканной кухни, а также пообщаться по деловым вопросам. Виктория, а эта зона как называется? Эта зона идеально подойдет для романтических встреч, чтобы влюбленные смогли пообщаться и окунуться в уютную атмосферу нашего ресторана. Кстати, в ресторане предусмотрено два режима подсветки. Дневная и вечерняя. Проверено. При свечах и приятной ненавязчивой музыке вкус фирменных блюд чувствуется по-особому. На какой кухне специализируется ресторан? Специализируемся на европейской. В нашем меню есть блюда и итальянской, и французской кухонь, ну и, естественно, национальное меню белорусской кухни. Действительно, меню ресторана пестрит разнообразием. Представьте себе, оно насчитывает более 40 позиций. Это горячие и холодные закуски, всевозможные салаты, блюда из мяса, паста и ризотто, горячие блюда из рыбы. Особое внимание заслуживает десерт. Любителям чизкейков здесь есть чему удивиться. Винная карта тоже впечатляет. 50 позиций. Кофейная – 10 видов бодрящего напитка. К слову, меню в ресторане обновляется каждый сезон. К нам ходят люди, которые в первую очередь хотят получить качественное обслуживание и отведать нашей хорошей кухне. Поэтому стоимость чека на одного человека колеблется от 300 до 500 тысяч рублей. А рассчитаться за заказ можно как за наличные, так и с помощью пластиковой карты. Теперь о работе официантов. Судя по отзывам на официальном сайте и моим личным впечатлениям, они на высоте. Оказалось, что курс молодого бойца они проходят на все 100%. В течение двух недель они изучают наше меню, изучают этикет, пытаются быть стрессоустойчивыми. То есть специальные курсы делают? Ну, конечно, мы проводим прямо здесь, в ресторане, обучаем. То есть ситуацию осознается? Конечно. Все очень серьезно. По-другому, собственно, быть и не может. Хороший ресторан делает все, чтобы гостям заведения было комфортно. Наши посетители могут пользоваться Wi-Fi бесплатно, естественно. Также к каждому празднику мы готовим им комплименты. Ну, вот, например, на праздник Пасхи мы угощали всех пасхальными куличами. Ну, это, естественно, все тоже бесплатно. А какие акции будут в ближайшем? Будут акции к празднику. Мы будем продолжать эту добрую традицию. А за всеми новостями и обновлениями следите на нашем официальном сайте в интернете. Перед телевидением открываются все двери. Вообще телевидение – это классная штука. Да, что я только о нем. А давайте лучше о дверях металлических. Это Могилевское унитарное предприятие «Стальная линия» и с нами Сергей Лапшенко, старший мастер. Здравствуйте. Здравствуйте. Сергей, я слышу о том, что на предприятии «Стальная линия» работают стальные люди, люди с остальным характером. Это правда? Да, действительно, у нас на предприятии работают «Стальные люди», так сказать, которые четко знают о своей работе все, как это делать и выходить из сложных ситуаций. В народе говорят о том, что встречают у двери и какая дверь и такое впечатление хозяина. А какие у вас двери? Да, действительно, как говорят, встречают по одежке, поэтому предлагаю пройти и посмотреть наши просто отличные двери. Давайте сразу. В цехах кипит работа, везде только самое современное оборудование. Первое впечатление – сплошной позитив, шумновато только. Но ведь здесь не сломоплетением занимаются. Производство стальных дверей начинается с участка заготовок. Здесь прочную, специально подготовленную сталь от лучших мировых производителей вырезают, выгибают, пробивают, где необходимо. Идеальная геометрия. Затем заготовки сваривают, делают конструкцию двери. Эх, какие мастера! Именно они добиваются повышенной жесткости полотна. Дальше покраска. Будущее двери обезжиривают и фосфатируют, чтобы увеличить коррозийную стойкость стали. А затем специальные кабины с помощью роботов-манипуляторов красят со всех сторон. Идем дальше. А дальше у нас отделка декоративной панелью. Кстати, на предприятии «Стальная линия» декоративную панель производят сами. В вакуумном прессе специальную пленку наслаивают на панель МДФ. Рисунки на любой вкус. Только стандартных вариантов около полусотни. А ведь могут еще и под заказ. Словом, зачет. Мы находимся на заключительном этапе изготовления дверей в участке сборки. Здесь мы устанавливаем дверную фурнитуру, декоративные панели. Материалы все используем экологичные, которые подтверждены сертификатами качества европейскими. Скажите, правда, что иногда показывают в фильмах американских, что двери можно какой-то шпилькой женской открыть? Ну, конечно же, нет. Все замки и дверная фурнитура предназначены специально для изготовления металлических дверей. Имеют повышенную взломоустойчивость, что подтверждено сертификатами изготовителя. Ну и еще про взломоустойчивость. Двери от стальной линии имеют пятую категорию по сопротивлению взломом. Выше категории не бывает. Да, отличные двери, но у них все же есть один минус. Если захочешь громко хлопнуть дверью, не получится. Здесь стоит отличный уплотнитель. Попробуем еще раз. Эти двери громко не хлопают, но минус перебивает плюс. Вас не услышат соседи. Сергей, а как вот покупателю, который захотел приобрести ваши двери, не ошибиться при покупке и быть ему уверенным, что это именно двери от стальной линии? На замочной стойке каждой двери стальной линии существует защитный логотип, который подтверждает производителя и является защитным знаком нашего предприятия. Такая защита от подделки. Да. Предприятие реализует продукцию через торговую проводящую сеть, которая включает в себя более 400 дилеров, которые работают по территории Беларуси, России, Казахстана. А более подробную информацию можно узнать на сайте предприятия «Остальная линия». Знание – это сила. Надеемся, сегодня вы стали чуть-чуть сильнее. Смотрите телепроект «Знай наше» и делайте для себя новое открытие. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова